Плату за коммунальные услуги снова предлагают поднять. На этот раз с инициативой выступил Приморский водоканал и касается анаграфы водоотведения. Для горожан тариф может увеличиться с 8 до 23 рублей за кубометр. Почему? На каком основании? Пусть обоснуют, людям объяснят, не просто принесут квитанцию в три раза увеличить, а на каком основании? Что изменилось? Хватает у них денег. Просто так делают для себя, чтобы было лучше, наверное. Толком нельзя нормально помыться, чтобы не думать о том, сколько выйдет платить за эту воду. Мало того, что так вода плохая, еще и за отведение поднимите цены. Повышение тарифа вытекает из очистных сооружений. Их нужно достроить. На возведение объекта вместо заложенных 6 миллиардов по факту уже потрачены все 10. Главным заказчиком и подрядчиком работ был Приморский водоканал. Не дострой директор предприятия объясняет лаконично. Не хватило финансов. Сейчас Примводоканал испытывает финансовые трудности. Пожаловался директор предприятия Юрий Гуртиков. По одной версии водоканал нерационально использовал государственные деньги. По версии водоканала в бюджет был заложен не весь объем работ. Потраченные миллиарды – это деньги на строительство одних только площадок. А насосные станции и сети в смету почему-то не вошли. То есть бассейны построили, а вот про трубы к ним забыли. Вылечить эту амнезию теперь должны простые горожане из собственного кармана. Сейчас очистные, значит, они берут стоки от Снеговой пади, Первореченский район. Да, часть там Советского прихватываем и все, пожалуй. Простые цифры. 270 тысяч кубометров сточных вод исторгает Владивосток ежедневно. Только 70 тысяч кубов из них проходят очистку. Для того, чтобы очистные сооружения заработали, нужны доходы. Но откуда же их взять, если у водоканала одни убытки? Убытки примводоканала могут покрываться либо за счет бюджетных субсидий, либо за счет увеличения тарифа на водоотведение. Высказался депутат Петр Журавлев. Депутат Петр Журавлев, который подсчитывает убытки и ищет способы заткнуть финансовый убрежь, бывший директор Приморского водоканала. Это под его руководством 10 миллиардов рублей не хватило на строительство очистных. С недавних пор Журавлев в Приморском парламенте. Возглавляемое им государственное предприятие практически в частных руках. Вопрос о частной воде многие эксперты считают уже решенным. Деньги на достройку объекта саммита АТЭС, как обычно, попросили из краевого бюджета. Но на этот раз край отказал. Запрашиваемые 2 миллиарда водоканала все-таки дали, но только в кредит и только под проценты. Если тариф на водоотведение, как и планируется, увеличат в 3 раза, то получится, что этот долг оплатим мы с вами, причем из собственного кармана. Екатерина Чернакова, Александр Бортовщук. Новости на 8.